Добрый день, друзья! Здравствуйте! Челябинск, арена, трактор, кубок губернатора Челябинской области. Встречается между собой Челябинский трактор, который уже обеспечил себе место в финале этого турнира, и уфимский Салават Илаев, которому для попадания в финал необходимо сегодня одерживать победу. Ну и стартовые пятерки на площадке, стартовое вбрасывание. Основен это вбрасывание выиграл, и матч начался. Давайте вспомним, как сегодня все у нас здесь развивалось. Заброшенные шайбы, опасные игровые моменты, яркие силовые приемы. Все это вот в таком итоговом самморе, который мы с вами сейчас и смотрим. Вот любопытный эпизод. До конца не досмотрели. В этом в одном моменте сразу же два удаления у Салават Илаева в первом периоде. Команда остается втроем против пятерых. Трактор не забивает это большинство. И вот уже смотрим фрагмент второго периода. Только вышли первая минута второго периода. Гол, Салават Илаев выходит вперед. Трактор, это тоже важно, это нововведение. Еще не все к этому привыкли. Трактор после гола берет запрос на вне игры. Судьи не удовлетворяют запрос, определяют, что положения вне игры не было. И за это наказывает трактор двухминутным штрафом. Соответственно, Салават Илаев получает первое большинство матчей. Это большинство реализует, делает счет 2-0. Вот такой хороший сразу же задел на дальнейший период, когда две минуты сыграно, а уже счет 2-0 в твою пользу. Ну и вот с этим заделом уфимцы дальше продолжили наращивать свое преимущество. Филипп Ларсен забрасывает третью шайбу. Это 33-я минута игры. И очень быстро, никаких удалений на этот раз не было. Все в равных составах. Но в течение минуты еще одна быстрая атака 4-0. Сухачев поехал на лавку, вышел вместо него Василий Генченко. Ну и, в общем-то, когда это 4-0, там за 12-13 минут, многое уже понятно. И трактор очень долго ничего не мог с этим поделать. Хотя, опять же, было большинство, но это уже вот концовка второго периода. В большинстве не забили. Вышли команды на третий период. В третьем периоде еще одно удаление у Салават Илаева. Там в самом начале, опять же, трактор в большинстве не забивает. Кореев с теми бросками, которые по его воротам были нанесены, справляется. Вот мы видим, как это все происходило. А потом вот так Бенкин берет и забивает. Вроде бы ничего не предвещало бросок из-под защитника, однако гол. 4-1. Ну и так забрежала какая-то надежда, что сейчас, может быть, и еще забьет трактор. Может быть, даже там как-то сумеет переломить. Но потом удаление и 5-1 забивает Григорий Памин. И, в общем-то, уже оставшиеся 3,5 минуты там все было понятно. Просто команды доигрывали.